Волжской администрации прошел детский новогодний праздник. На елку были приглашены юные жители Волжского и Фрунзенского районов. Зайчики, снежинки, пираты, драконы и принцессы пришли на новогодний праздник. Все они юные жители Волжского и Фрунзенского районов. В первую очередь на елку были приглашены ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Можно говорить много красивых, ярких слов. А лучше, наверное, один раз провести такую акцию и подарить детям радость. Самое главное – это улыбка ребенка или того зрителя, для которого мы играем. А часто детишки улыбаются? Да, довольно часто, особенно когда идут шутки, веселья, песни. Организовали этот праздник для малышей общественной детской, эколого-патриотической объединения «Экоспас» и депутат Саратовской областной думы Андрей Рассашанский. Они поздравили мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом и приготовили для них подарки. Депутаты областной думы любят наших детей. Мы стараемся делать для них в меру своих возможностей и сил. Приготовили им всем подарки. Особенно это касается малообеспеченных детей, семей. Они получат такие подарки от нас, получат приглашение на елки, городские, муниципальные, областные. Ну и самое главное, что у них были яркие, счастливые глаза, и мы только радовались. Новогоднюю постановку подготовили воспитанники общественного детско-эколого-патриотического объединения «Экоспас». Все они учащиеся 77-й и 1-й школ. Самый маленький артист к своей роли подошел со всей ответственностью. Я тут играю роль кота уходящего года. Так как дракоша – это приходящий год, то я его буду еще исправлять. Многие дети на елке впервые. Они с удовольствием помогали Снегурочке спасать Деда Мороза и заколдовать злых бабу Ягу и Лешего. Домой все дети ушли с хорошим настроением, сладким подарком и мягкой игрушкой. Татьяна Кудасова, Евгений Крылов, Ярослав Питко. Вести. Саратов.